Олимпийский парк должен стать привлекательным туристическим центром олимпийской истории страны. Это главная задача, которая сейчас стоит перед управлением культурой и курортного дела и туризма администрации города. Сейчас идет разработка так называемых зон привлечения. К примеру, на площади Медалплаза появятся стенды с фотографиями олимпийских чемпионов. Будут организованы экскурсии на стадионы. На входной зоне, что будет, тоже поставлен срок к 1 июня. Тут будет разыгрываться тема «Формула-1», будет организован музей «Формула-1», фан-клуб «Формула-1». Рядом с Фиштом, там где был фудкорт до этого, там предполагаются казачьи курени, различные этнодеревни. Наше предложение, чтобы сделать именно там этнодеревню, чтобы это был не просто объект общепита, а чтобы была возможность познакомиться с культурой того или иного этноса, который населял в свое время город Сочи. Вечером в центре парка, около фонтана, можно будет посмотреть светомузыкальное шоу. Презентация нового туристического маршрута, олимпийского, намечена на 1 мая. Правда, внедрять его будут в несколько этапов. Связано это с продолжением работ по подготовке к проведению гран-при «Формулы-1». В частности, это касается посещения стадиона «Большой». Этнодеревни планируют открыть уже к 1 июня. Для удобства передвижения в парке откроют пункты проката велосипедов. Также можно будет прокатиться на электромобиле. Вообще, предстоящий летний сезон в Сочи, по прогнозам тура операторов, будет самым успешным. Специалисты говорят, что наш курорт собираются посетить свыше 3 миллионов отдыхающих. Причем не только россиян. Немало гостей ожидается из-за рубежа. Только круизных лайнеров в новом порту Сочи за сезон пришвартуется свыше 150. Такого не было никогда. К примеру, в 2013-м эта цифра была в три раза меньше. Впечатление отдыхающих во многом определит и будущее города. На весь сезон Сочи должен стать городом-праздником, потребовавшего города. Особое внимание благоустройству. Газоны должны быть зелеными, клумбоцветущими, улицы чистыми, в том числе и в спальных районах. Кстати, в эту субботу в стране объявлен общероссийский субботник. Каждый этот газон закреплен правилами благоустройства за каким-то конкретным владельцем объекта. В основном это торговля или банки, то есть везде есть. И поэтому задача вот сейчас ваша пройти и каждого владельца этой газоны или тот, кто отвечает за нее, смотивировать тому, чтобы там были произведены работы. Обсуждали и проблему ветхого жилья. Бараки из центра курорта должны исчезнуть. Эти дома уже признаны аварийными и включены в кровевую программу по переселению. По данным администрации, к концу лета свыше 100 сочинцев переедут из них в новые квартиры. Еще столько же горожан переселится в благоустроенное жилье к концу года. Глава города потребовала своих подчиненных держать эту проблему под жестким контролем. Срывов сроков переселения быть не должно. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.